МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мотоблок, приехала мама на работе, копаем картошку с братом. Я никогда не любила быстро ездить. Так, средняя скорость, я получаю удовольствие. Это больше, чем спорт, и наш очередной выпуск посвящен двум девушкам. Пройти мимо них мы просто не смогли. Почему? Смотрите сами. Одна в свои 19 лет, чемпионка и рекордсменка мира. А вторая всего за несколько часов сумела взять сразу три золота. Больше я ничего не скажу, все увидите сами. Начали. Это конференц-зал одной из гостиниц Гомеля. Обычное утро для женской сборной страны погребли на байдарках. Начинается день со стандартной процедуры. Еще до прихода в зал девушки измеряют пульс и проходят специальную диагностику врача. На основании этих данных и будет строиться весь тренировочный процесс. У нас снова ударный день. Работаем сегодня серьезно. Итак, состояние на сегодняшнее утро. Литвинчук. Эта девушка и есть стародиковому здесь. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы. Год назад она родила сына и, кажется, могла бы наслаждаться заслуженным отпуском. Но нет. Марина Литвинчук снова в строю. Трудно поверить, что этой девушке чуть более полугода назад после родов медики запретили любые нагрузки. Минимум на два месяца. Однако молодая мама оказалась очень упорной и пришла в зал гораздо раньше. А уже летом 2018 года привезла медаль из Португалии, где проходил чемпионат мира. Хотя, как признается Марина, она еще не достигла пика формы. Усерднее работать нужно, потому что был перерыв, сила ушла. Нужно догонять девочек, чтобы мы все вместе, как говорится, создавали более конкуренцию на мировом уровне. Поэтому я должна догонять, как говорится, девочек по силовому компоненту, чтобы быть такой сильной, как они. К слову, в команде Марина не единственная мама. Вместе с ней в декретном отпуске успела побывать еще одна звезда белорусской гребли Маргарита Махнева. Она сейчас не на сборах, тренируется в Минске, но тоже готова сесть в лодку. Так что наша байдарка-четверка, по сути, получила второе рождение. Какие-то там советы друг у друга спрашиваем, у кого как, как зубки лезут, какими памперсами, какими гелями для умывания пользуемся. Поэтому, ну, так, чтобы прям что-то там кардинально изменилось, то нет. Выслушав установки от тренера, девушки спешат к микроавтобусу. Их следующая остановка – грибная база. Там первая на сегодня тренировка. Времени на перемещение уходит немного, все под рукой. Если в Гомеле команда погребли на байдарках только отправляется на тренировку, то в Жлобине сборная погребли на каноэ уже начинает работу. Вторая наша героиня – Елена Ноздрева. В этом году она произвела фурор в белорусской гребле. За 2018 год завоевала семь медалей. Три из них разных достоинств привезла с чемпионата мира. А на чемпионате Европы и вовсе стала рекордсменкой. Финальный заезд на каноэ-одиночке на 500 метров Лена прошла за 2 минуты 4 секунды. Так быстро никто никогда не справлялся с этой дистанцией. Наша байдарка-четверка стала чемпионами Европы на дистанции в 1000 метров. А Люна Ноздрева завевала золото в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров и вдобавок установила новый мировой рекорд. Первый место – чемпион европейский чемпион из Беларуси – Лена Ноздрева. Карьера Ноздревой началась с того, что в деревню, откуда она родом, приехал тренер по гребле. Он предложил заниматься этим видом спорта, на что Лена спросила – а что такое гребля? В ответ девочка услышала – дадим весло, посадим в лодку и научим грести. Так до сих пор и гребет. Женская канала – это не женский вид. Помню старты первые, когда я видела, когда я только сама училась сидеть в лодке, как не могли по 20 минут выставить в ловушке девочек. Они не могли просто физически ни с ветром не справиться, ни с погодой. Просто влияла погода. Не было сил у девочек. Вместе с Еленой Ноздревой здесь тренируется ее бывшая коллега по лодке Надежда Макарченко. Их тандем высоко оценили эксперты мира по гребле. Однако из-за травмы Нади девочки расселись. Теперь Ноздрева гоняется с Камилой Бобром. Субтитры создавал DimaTorzok Прикатались, попробовали, по дистанции прошли. Ну, как-то сложилось у нас. Мы очень рады быть маленькой такой частью этого большого праздника. Спасибо, Португалия, что очень нас поддержала. Мы очень рады, что мы стали чемпионкой мира. Ура! Сложно с ней? Психологически немножко, да. Человек, как она дружелюбный, всегда отзывчивый. Чтобы она не была упорной, она не густила таких результатов. Все девочки стараются выполнять задания на 100%. То есть без этого никак. Если вы начали отмениться, что вы им говорите? Ну, чтобы собрались, конечно, там подбадуешь, шутишь, ну, всякое бывает. Есть тоже свои какие-то нюансы. Все равно, как бы, хвалишь. Надо это вот все равно делать, как раз девочки. Надо их хвалить, надо их жалеть. Сама Лена считает, что похожа на супергероя Дэдпула. Как и персонаж комиксов, она может быть спыльчивой, а через пять минут вновь доброй и ласковой. Ее мама говорит, что с таким характером ей не завидуют. В одиночке ты сам за себя, это азарт, это твои прям максимальные возможности. В двойке это слаженные работы, это нужно слушать друг друга, это слаженная работа с напарницей, это все должно быть на каких-то чувствах вдвоем, чтобы вот у нее одна цель, у тебя одна цель, чтобы они не расходились. Поэтому и тот, и тот вид мне нравится, очень максимально нравится. Мы даже как-то практиковали, выходили в четверки с девочками, тоже нам очень понравилось. Такое уже четыре, не две девочки. Экипажи очень так, если слаженный коллектив, то очень интересные экипажи. Да, видишь, то же самое, что у нас, но в совершенствии чуть-чуть. Ну, просто держат и больше будут на косу. Да, да. Ну, хорошо, я думаю, что Владимир Петрович нам и сделает. Только что тренер с Мариной Литвинчук обсудили очередное нововведение в тренировке. Осталось всего ничего, сделать то, что у нас еще не делали. К таким переменам здесь, на базе в Гомеле, привыкли. Надо, значит, надо. Ну что, нормально? Буквально на ходу мы тут изобрели. Марина Литвинчук посмотрела в интернете, как тренируются наши соперницы, венгерки. Ну, вот с помощью директора базы буквально за три минуты мы сделали такой же тренажер. И очень эффективно для развития мышц венопоисимости специально. Новинку пробуют и юниорки. Передача опыта в команде – отлаженный механизм. Все тренируются вместе, и никто не стесняется спрашивать советов. Чаще других обращаются к Марине Викторовне. Именно так, уважительно и навык. Когда я была в декрете, тренировала юниорскую сборную со своим супругом Артуром Николаевич. Давал задания, и я приходила на тренировки, тренировала их. Поэтому они завоевали бронзовую награду на чемпионате мира. На Европе не было медалей, а вот на мире они заехали третьими. Здесь находятся Алина, Лиза, Вероника. Алина Свита, которая потом уже на следующий год, вот в том году, она уже сидела в четверке взрослой. В этом зале на грибной базе в Жлобине уже привыкли к вечному звуку воды. Такой шум исходит от специальных тренажеров для отработки грибков. Не только аэроп, но и силу, и мощность, и скорость это все прорабатываем. У нас эти тренажеры позволяют, барабаны регулируются по мощности, по того, девочки, что на табло. На компьютере видят свой прокат, свои грибки, свой темп, свою скорость, то есть уже подстраиваются. Быстрее бы они закончились. Потому что начинаешь, вроде бы это, ну ты только пришел, пока разогрелся, начал работать. Ты начинаешь работать, но ты понимаешь, что тебе еще ого-го сколько работать. Первое время думаешь, ну вроде бы о грибках, о времени, о чем-то. Потом ты уже подустаешь. Потом ты отработал и такой, да, удовлетворение, ты поработал, ты сделай работу, она тебе пошла на пользу. Грибная часть подошла к концу. В этом же здании находится и тренажерный зал. Здесь девочки делают круговую тренировку. Отжимания, подтягивания и другие упражнения для каноисток не проблема. Скорее стандартная форма тренировок. Есть в этом зале и любимый тренажер Лены. На нем она выжимает до 220 килограммов. Лена одна. Оп, поехали. Дышим, 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 дышим. Потерпели, потерпели до конца. Обычно в это время каноистки выходят побегать на лыжную трассу. Но если на улице сильный мороз или плохая погода, то делают круговую тренировку в зале, как сегодня. А лыжню переносят. До конца, до конца, девочки, дорабатываем. Терпим, Лена, терпим. Кстати, Литвинчук тоже с холодом на ты. На крещение спортсменка спокойно окуналась в прорубь. В том году, 19 января, мы, как говорится, только выписались из роддома. И люди шли, как говорится, окунаться. Я говорю, классно, сейчас было бы тоже окунуться. А в этом году, да. Мы уже окунулись с некоторыми девчонками. Но это, как говорится, традиция наша. К слову, в последние годы зимние сборы команда проводит в теплых странах. Недавно девушки вернулись из Португалии. Туда наша героиня отправилась с маленьким сыном и мужем Артуром Литвинчуком, олимпийским чемпионом по гребле. Мне всегда комфортно, когда мои мальчики со мной, как говорится, я прихожу с тренировки. И я отключаюсь полностью от тренировочного процесса, потому что меня ждет, как говорится, семейная жизнь. Мне нужно покормить ребеночка, положить его спать, поиграть. Старалась делать режим такой ребенку, как и себе, чтобы он спал в обед, чтобы мы вместе могли отдыхать. Тренировочный процесс не останавливается ни на минуту. Даже в перерывах разговоры только о работе. Между подходами Марина Литвинчук вспоминает, сегодня еще на йогу. Это занятие появилось совсем недавно в арсенале грибчих. Нам очень нравится. Девочки после занятий буквально чувствуют, как они расслабляют все мышцы и тело, и душа, скажем так. И после этого у нас еще занятия в бассейне, плавание, поэтому очень трудно им уже даже сконцентрироваться на плавании. Хотя вроде это уже не самая тяжелая часть тренировки. Настолько вот расслабляет йога и дает, может быть, этот душевный покой. Такое чувство, когда вот уже человек отработал, все это и расслабился, и уже, может быть, надо ехать и отдохнуть. Но еще едем в бассейн и плаваем. На сегодня первая тренировка почти завершилась. Чтобы узнать, насколько прогрессирует спортсмен, придется пройти тестовый заезд. Заметьте, работают не только руки, как кажется на первый взгляд, но и ноги. Поэтому их на тренировках приходится нагружать не меньше. 73. 73. 1-0-1. Насколько хороший результат? Что это значит? Здесь на тренировке мы отрабатывали специальную силу грибка. Поэтому в конце, это тестирующее такое задание, мы смотрим, насколько мы сдвинулись, подвинулись вперед. Если тренировка была тяжелой, после этой тренировки мы еще показывали хороший результат. А Марина показала результаты лучше, чем на предыдущей неделе, лучше, чем до нового года, скажем так. Поэтому, очевидно, движение вперед. Это самое главное в нашем деле. В Жлобине уже обед. Девушки не придерживаются диеты. Конечно, сладкого килограммами не едят, но особых запретов нет. Неудивительно. За одну тренировку они могут согнать до трех килограммов. В плане питания у нас зимой нет ограничений особых. Да, если мы, конечно, девочки, то по-любому какая-то там где-то сладость, ты там на нее посмотришь, но не съешь. Питаться мы должны полноценно. Вот. Все, что хотим, мы кушаем зимой. Позже, когда уже теплее, ты понимаешь, что уже тяжело с этим весом, и нужно запросить, допустим, килограмм. Ты его сбрасываешь. Если ты чувствуешь, что нужно еще подсбавить, ты еще сбрасываешь. Но никто не увлекается этим, потому что вес летом может пойти сильно вниз, и потом уже просто ты лишняя, у тебя погорят мышцы. А если сгорят мышцы, то это уже очень плохо будет сказываться вообще на гонках, на подготовке. Спорт очень многоемкий, и уже вот пойдет туда ближе к весне, уже работа совсем другая пойдет. Уже будет такая на износ работа, и там надо будет это. Вот это все уйдет. Так что я по поводу этого не переживаю. После обеда у спортсменок есть время отдохнуть. До 16 часов. На сборах они живут подвое. В этот раз Лена делит комнату с молодой канаисткой Ириной Вихрук. Развлечений у девушек немного. Все силы они отдают на тренировки. Из всех развлечений у нас есть телевизор, много у них каналов. Там все мы уже под свой жанр и репертуар все подбираем. В принципе, времени мало на сборах, поэтому самое наше развлечение – это полежать на кровати, поспать или проспать вообще завтрак. Хоть бы поспать и посидеть в телефонах. Все. Сегодня часть своего свободного времени Марине Литвинчук придется провести за рулем внедорожника. Машина мужа со временем стала семейным авто. Девушка отправляется заменить батарейки в пульсометре. Профессиональные спортсмены без него как без рук. За рулем звезда белорусской гребли почти как в своей любимой байдарке – уверена и спокойна. Главное отличие – Литвинчук-водитель никуда не спешит. Я никогда не любила быстро ездить. Так, средняя скорость, я получаю удовольствие. Ну, такой большой машине особо, как говорится, и не погоняешь. Машина действительно не маленькая, но Марина говорит, что ей с мужем в самый раз. И тут трудно не согласиться. Рост девушки почти 180 сантиметров. Супруга еще на 10 сантиметров выше. К тому же обычно ездит не налегке. Много вещей, много сумок, весла, всякие штучки для тренировки. И поэтому почти везде мы ездим на машине. Пока вторая героиня нашей программы ездит по делам, Лена успевает провести экскурсию и рассказать, как проводит время на базе. Например, в этом спортзале девушки играют в футбол. Причем играют с парнями. Параллельно на этой базе проводит сборы мужская молодежная команда по гребле на каное. Из игровых я не особо люблю футбол, так как я частенько травмировалась раньше на них. Поэтому если мы играем с мальчиками, мы уже тренера, и мы договариваемся, чтобы без травм, без каких-то падений, чтобы все было аккуратно. Поэтому футбол я не особо люблю, потому что он травмоопасный для нас, так как у нас ни техники, ни умения, а мальчики хотят посильнее поиграть. Мне нравится смотреть хоккей. Вот нравится. Я бы, может быть, и покаталась. Но плохо, правда, сама. Волейбол интересно наблюдать. Ну, интересно смотреть. А как бы, как у нас такой вид, можно сказать, такой развернутый, что мы можем всем заниматься. Поэтому и футбол, и волейбол, и баскетбол мы все это играем. Как бы это тоже интересно для, просто для общего развития у нас. Фактически спорт занимает у Лены большую часть жизни. А вот вне сборов и турниров она обычная девушка. Золотые медали и рекорд не изменили ее характер. Прививка от звездной болезни – выходные в деревне. В деревне все, что можно. У меня там две собаки. Ты вышел на улицу, нужно уже с ним посидеть, поиграться. Там пошел на двор, там папа есть мотоблок. Приехал, мама на работе. Копаем картошку с братом, помогаем, чтобы мама придет, а мы уже скопали. Все. Ну, очень много вещей заниматься в деревне. Когда ты редко бываешь, хочется все успеть, все сделать, все помочь, чтобы там и маме было легче. Хорошо, что брат всегда рядом, маме сейчас помогает, помощник вырос. Это снова Гомеле, мы снова в дороге. На этот раз добираемся на йогу. Марина хорошо ориентируется в городе, ничего удивительного в этом нет. Еще ребенком она училась тут, в училище Олимпийского резерва. И сейчас вспоминает магазины, куда ходила с девочками-забубликами. Тогда шли, зимой идешь, потом, когда на морозе потренируешься, идешь обратно, уже хочется покушать. Марина приезжает вовремя, но все равно торопится, не любит опаздывать. Осталось главное, припарковать пятиметровую машину, а дальше почти бегом в зал. От того, что я Марина Литвинчук, и там я буду приходить на тренировки, сидеть и смотреть там в зеркало, или копаться в телефоне, или просто там плясы точить, то нет. Ты должен заслужить того, чтобы сидеть в этой четверке, и если ты ничего не будешь делать, она не поедет. Еще одна важная локация на базе Канаисток – это сауна. Ну вот, мы, собственно, пришли в наше место релакса, наше восстановление. Это сауна. Сюда мы приходим каждую среду-субботу после футбола, как я уже рассказывала, и проводим здесь, ну, примерно по часа-два, это мы здесь паримся. Вот здесь у нас наше место уже, так сказать, отдыха. Здесь мы берем обычно чай какой-то в термосе, завариваем. После бани мы сидим, пьем не холодную воду, там, не холодную, на какие-то напитки, там, газировку, а пьем чай. Есть джакузи даже. Оно сейчас не включено, но вода здесь ледяная. Это для нас такой контраст бани и джакузи. Вот, собственно, парилка очень большая. У нас команда здесь 6 плюс 8 человек, поэтому все, в принципе, вмещаются туда. Все, как бы, баня хорошая, можно и веники, можно и просто посидеть. Мы обсуждаем прошедшие тренировки, прошедшую полнедели. Можно прийти просто помолчать, посидеть. Если кто-то просто устал, полежал, все, помылся, ушел, пошел отдыхать, все, как бы. Можем либо поговорить, либо просто посидеть, именно уже попариться и уйти, все. Бывает по-разному всегда. Зависит от того, устал или не устал. Если сравнивать, допустим, вот эту базу, мы на нее приехали впервые в этом году. Это место для нас новое, неизведанное, поэтому как кот в мешке мы сюда ехали, так как мы проводили сборы обычно январские в городе Бресте. Это там грибной канал, там хорошее место, просто все расположение, все в одном центре находится. Но знали и очень были довольны, что здесь все это компактно, то что перешел сюда, тут зал, тут тренажер, тут лыжи и все рядом находится. Поэтому это было для нас плюс. Приехали сюда, сразу у нас первый восторг был от гостиницы. Я не ожидала, я думаю, поменьше здесь, конечно, будут его масштабы, но тут все, в принципе, у нас устраивает. Если сравнивать в Мозырь, то чуть-чуть покомпактнее, чуть-чуть поменьше по уровню, но подготовка от этого не страдает никаким образом вообще. Поэтому в Жлобине мы приехали первый раз, и нам здесь очень нравится. И до Мозыря близко, и до Дома близко. Расположение очень такое комфортное, очень всем нравится, девочкам здесь. Мороз ослабел. Иконаистки выходят на лыжную тренировку. Для них это не в новинку. Каждый год на сборах лыжи входят в программу занятий. Как отмечает тренер, девушки должны развиваться разносторонним. Лена же и вовсе ездит прекрасно. Есть на кого равняться. Ее кумир Дарья Домрачева. Домрачева мой такой вдохновитель по спорту, вообще по жизни. У меня даже шапка, если вы сегодня заметили, с ее магазина. Когда я вживую еще тоже увидела, прям вознесло это так. Очень как-то замотивировало еще больше, что вот я была на одном мероприятии, а там была Домрачева. Мы ее увидели, мы все там. Вот она вот рядом с нами ходит, такая маленькая, хрупкая. А когда на трассе посмотришь на нее, как она роет. Бег на лыжах есть в тренировочном процессе и у Литвинчук. Но сегодня вся команда в зале для йоги. Тут и растяжка, и релакс. Мудрец спрашивает, а в вашей семье вообще были счастливые люди? Он отвечает, нет, но мои дети и внуки будут обязательно счастливы. Мудрец ему говорит, человек, который не умеет писать, никогда не обучит грамоте. Крот никогда не воспитает орла. И поэтому научись, пожалуйста, быть счастливым. И тогда ты поймешь, как сделать счастливыми своих детей и внуков. Кстати, умение расслабляться для профессиональных спортсменов просто необходимо. Например, мы помним, как перед Олимпиадой была дисквалифицирована не только мужская команда по гребле, но и весь тренерский штаб. Тогда помочь справиться со стрессом девушкам было просто некому. Этого там не было просто. Где ты понимаешь, что ты выходишь на понтон, что там какие-то тебе скажут заветные слова. Где-то там, как говорится, тренер положит тебе руку на плечо, даст вдохнуть свежего воздуха на шатыря. Ну, где-то ценные советы даст. Все-таки со стороны это более видно. Я думаю, в четверке мы бы тоже могли бы, мне кажется, лучше проехать, чем мы проехали там. Ближайшие планы на этот год для обеих спортсменок – вторые европейские игры. Вся подготовка нацелена на них. По накалу страсти и турнир не должен уступать Олимпиаде. Соберутся самые сильные соперники. Я, если честно говоря, очень счастлива, что они проходят у нас дома. Потому что будут и все родные, и близкие, и друзья. И, как говорится, мы не должны подвести, выступить максимально здорово, порадовать болельщиков, страну. И очень бы хотелось, чтобы звучал наш гимн почти в каждом заезде. Не почти, а во всех заездах. Вот так. Раз, и день уже заканчивается. Мы еще хотели пообщаться с нашими героинями после тренировки, но подумали – пускай отдыхают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова